Из-за своих длинных волос, непринужденных манер и любви к приключениям, сэр Ричард Брэнсон больше смахивает на рок-звезду, а не на успешного бизнесмена-миллиардера. Ричард Брэнсон — это интереснейший человек. Часто можно встретить успешных людей, и они ведут себя как настоящие бизнесмены, а Ричард напоминает скорее художника. Без сомнений, Ричард Брэнсон воспринял бы эти слова как комплимент. В 17 лет Брэнсон основал студенческий журнал, позднее он признался, что мечтал быть редактором или журналистом, и бизнесменом стал лишь для того, чтобы заработать денег на раскрутку журнала. Желание посвятить себя писательской деятельности кажется еще более странным, если учесть, что в школе Ричард страдал от дислексии. Однако неудачи всегда подстерегали мальчишку, которому было суждено стать одним из самых успешных предпринимателей в мире. Уже в детстве он был неутомимым проказником. В детстве Ричард был настоящим сорванцом. Растить его было нелегко, с ним все время что-то случалось. Но зато было весело, он не давал никому скучать. С тех пор так и повелось. Первые шаги в бизнесе Ричард предпринял в 15 лет. К сожалению, бизнес по выращиванию елей для Рождества и разведению попугайчиков не принес ему желаемого успеха. Но спустя всего два года он уже открыл свой первый успешный проект. Стал издавать лондонский журнал Student Magazine. Это положило начало его первому благотворительному фонду, Student Advisory Center. Начало знаменитой музыкальной империи Брэнсона было положено, когда он начал продавать грамм-пластинки со скидкой с багажника своей машины. Название Virgin Брэнсон взял, потому что на тот момент был совершенно неопытным бизнесменом. Но, несмотря на это, ему удалось выручить достаточно денег от своего музыкального магазина на Оксфорд-стрит. В 1972 году он основал лейбл Virgin Records и выпустил первую пластинку сингл Майка Олдфилда, Tubular Bells. Песня стала хитом, и многие звукозаписывающие компании пожалели, что отказали начинающему артисту. Позднее Virgin выпустила альбомы культовых панков Sex Pistols и подписала контракт с группой Boy Georgia Culture Club. Тем временем Ричарда манила небо. В 1984 году он основал авиакомпанию Virgin Atlantic Airlines. Первый рейс состоялся 22 июня того же года. Подержанный самолет Boeing 747 вылетел из лондонского аэропорта Гатвик и приземлился в Нью-Йоркском Нью-Арке. Линии стали популярным уже в первый год существования компании. В течение нескольких следующих лет количество самолетов и маршрутов Virgin значительно увеличилось из-за соперничества с авиакомпанией British Airways. Конкуренция привела к полномасштабному скандалу, когда в 1991 году из-за отмены одного из законов воздушного сообщения самолеты Virgin получили возможность вылететь из аэропорта Хитроу. В 1993 году Ричард подал на British Airways в суд, утверждая, что те нечестным путем пытаются вывезти его компанию с рынка. Он выиграл дело и получил полмиллиона фунтов. В 2000 году он продал 49% Virgin Atlantic сингапурским авиалиниям за 600 миллионов фунтов. И как раз вовремя вскоре авиаиндустрия стала терпеть убытки из-за атак 11 сентября. Ричард и его недругам British Airways пришлось объединиться. Мы обсудили проблемы безопасности и состояние британской авиационной индустрии в целом. Что касается первого пункта, то по этому вопросу мы сотрудничаем с британским правительством. А что касается состояния индустрии в общем, правительство сказало, что не хочет, чтобы наши авиалинии понесли убытки в сравнении с иностранными перевозчиками, американской или европейской авиаиндустрией, и предпримет шаги, чтобы помочь им. Несмотря на кризис, Ричард с оптимизмом смотрел в будущее. В 2002 году Virgin Atlantic стал первой компанией, купившей самолет Airbus A340. Virgin Atlantic приобрела самый большой и длинный самолет в мире. Мы купили 10 таких самолетов. К следующему году Virgin перевозила уже почти 4 миллиона пассажиров. И Ричарда спросили, как ему удается так преуспевать в бизнесе. Мне кажется, на первом месте должно стоять увлечение. У человека должна быть страсть к чему-то. К примеру, когда я 19 лет назад основал авиакомпанию Virgin Atlantic, сердце подсказало мне, что должен быть способ, как сделать авиалинию по-настоящему привлекательной, в отличие от всех тех, которыми я летал. Сервис на них был отвратительным, а я решил, что могу создать что-то особенное. Глава компании и все бухгалтеры говорили мне, что я сошел с ума и что мне нужно показаться врачу, потому что кто-то когда-то сказал мне, что легче всего стать миллионером-миллиардеру, который решил попробовать себя в авиаиндустрии. Коротко о главных. Решение Ричарда не ввязываться в скандал с British Airways послужило причиной продажи любимой им Virgin Records, лейбл EMI в 1992 году. Но, продолжая держать руку на пульсе, он основал музыкальный лейбл V2, и сеть магазинов Virgin Megastore. В 2005 году на открытии 250-го магазина Virgin Megastore на углу Голливудского бульвара и Хайлэнд-авеню в сердце Голливуда он развеял слухи о будущем крахе музыкальной индустрии. Многие сейчас считают, что музыкальные магазины скоро останутся в прошлом, но Virgin сильная компания, и даже через 50 лет мы продолжим меняться. Компания не только выживет, но и будет процветать. Изменение имиджа Virgin означало расширение ассортимента товаров. Теперь в магазине появилась одежда, книги и фильмы. Мы надеемся, что наш ассортимент музыки лучше, чем в любых других сетевых магазинах. Но мы решили добавить к нему последние модные новинки. Лучшую подборку книг, плееров, фильмов и так далее. Мы расширили свой ассортимент, и я думаю, это пойдет бренду только на пользу. Ричард сделал ставку на свое интуитивное понимание потребностей покупателей, но, тем не менее, привел все меры предосторожности. Чтобы бороться со скачиванием из интернета, нужно либо основать компанию, дающую возможность закачивать музыку, как мы сделали с Virgin Digital, либо создать такую атмосферу и выбор в реальном магазине, ради которых туда захочется прийти. Люди все еще любят выбираться из квартиры, открывать для себя что-то новое и интересное, а Virgin Магастер — это всегда новое и интересное. Но на этот раз Ричард прогадал. В 2007 году компания по недвижимости Варнадо Риэлти Трасс выкупила бренд Virgin Group из цепи US Megastar и решила закрыть все американские магазины компании. Из-за этого английская сеть Virgin сделала полный ребрендинг, а в 2009 году и вовсе закрылась. Но Virgin Group доказала, что музыке нельзя положить конец, под ее патронажем в Англии до сих пор проводится известный двухдневный музыкальный фестиваль. Учрежден он был в 1996 году. За два дня рок-группу успевают выступить в двух разных городах страны. Недавно сын Ричарда Сэмк стал неофициальным представителем ВИ-фестиваля. Нельзя забывать и о подразделениях компании Virgin Trains, Virgin Cola, Virgin Money, Virgin Vodka, Virgin Comics, а также Virgin Mobile. Недавно запущенная линия Virgin Media – это целая оптоволоконная кабельная сеть, которая занимается телевидением, интернетом, мобильной и наземной связью. Однако компании приходится выдерживать конкуренцию в лице Руперта Мердока, владельца сети Бискайби, который, по слухам, приобрел акции телекомпании ITV после ее слияния с компанией Брэнсона. Вообще, Руперт Мердок – прекрасный бизнесмен, который разыграл хорошую карту. Теперь правительство решит спустить ему это с рук или нет. Задача правительства – регулировать деятельность компании и не допускать доминирования одного человека, у которого в руках может оказаться вся власть. Всем известно, что правительства как огня боятся Мердока. Сегодня Virgin Media является вторым по популярности платным телесервисом. Всего у него насчитывается около 4 миллионов подписчиков. Но самым амбициозным проектом Ричарда стал Virgin Galactic – компания по космическому туризму, которая собирается отправлять своих клиентов в космос. И я повстречался с удивительным инженером по имени Бёрд Рутен. И он предложил проект «Спейсшип-1». Этот корабль прошел три теста и доказал, что его технология жизнеспособна. Сейчас он фактически над нами. Этот же втрое больше «Спейсшип-1», и он по-настоящему откроет нам путь в космос. Всего за 200 тысяч долларов пассажиры космического корабля за несколько часов обогнут планету по орбите, после чего вернутся на Землю. Знаете, я всегда мечтал об этом еще ребенком. Когда-нибудь полететь в космос и построить целых пять космических кораблей. Иногда мне приходится себя ущипнуть, настолько это невероятно. Через два с половиной года мы будем отправлять людей в космос. И я мечтаю, что когда-нибудь мы сможем снизить цены так, чтобы у миллионов людей появилась возможность собственными глазами увидеть космос. Его мечта обрела материальную поддержку в 2009-м в лице среднеевропейского бизнесмена, который купил одну треть Virgin Galactic за огромную сумму в 280 миллионов долларов. Желающие полететь в космос уже бронировали билеты, так что Мохаммед Али Хусейн порадовался, что сделал выгодное вложение. Я встречал людей из всех слоев общества. Мужчин, женщин, профессоров, пожилых людей, молодых людей. Все готовы заплатить за билет в космос. И это само по себе уже великолепно. По слухам, первой из пассажиров Virgin Galactic станет звезда Стартрека Уильям Шатнер. Сэр Ричард является большим его поклонником. Коротко о главных. Интуиция и прекрасное предвидение будущего помогли Ричарду Брэнсону стать шестым, самым богатым человеком Великобритании. Его состояние оценивается в 4 миллиарда фунтов. В его владении находится также остров в 74 акра. Правильно, на Виргинских островах. Еще одной страстью Ричарда наравне с Virgin Galactic является компания Virgin Fuels. Раньше он скептически относился к глобальному потеплению, но после встречи с Эллом Гором стал борцом за окружающую среду. Сегодня он упорно ведет разработки по поиску экономического и безвредного вида топлива для машин и самолетов. В феврале 2008 года компания Virgin Atlantic вошла в историю. Она запустила первый рейс, частично работавший на биотопливе. Один из четырех двигателей самолета был присоединен к баку с биотопливом из орехов бобаса и кокосов. Мы хотели доказать, что полет на биотопливе возможен, что самолет может достигнуть высоты в 30 тысяч футов. Все говорили, что это невозможно, но это случилось. Это исторический день, и мы верим, что благодаря этому результату мы сможем выработать полноценное биотопливо, которым будет пользоваться Virgin Atlantic и другие авиакомпании. Исследования по выработке нового, более экологичного топлива для авиаиндустрии велись очень интенсивно. Алгай будет производиться на установках биологического обезвреживания отходов. От этого будет двойная польза, потому что мы сможем извлечь плохой углерод, выделяемый установками очистки, превратить его в алгай и затем использовать его в качестве биотоплива. Хотя поначалу сэр Ричард не очень интересовался биотопливом, впоследствии он начал прикладывать усилия, чтобы поддерживать свои идеи и снизить количество выбрасываемых в атмосферу газов. Он заставил заниматься этим даже свою команду и Virgin Galactic. Такое чувство социальной ответственности помогло британскому миллиардеру стать вторым в списке самых популярных примеров для молодежи. Он обошел даже Иисуса Христа. Вовлеченность Ричарда в социальные проблемы помогла ему стать друзьями с такими гуманистами, как Нельсон Манделла. А когда он устраивает новую благотворительную кампанию, то всегда может позвонить своим знаменитым друзьям. Virgin United — это благотворительная кампания Ричарда Брэнсона. Сегодня она устраивает вечер под названием «Рокза Казбах». Его цель — собрать деньги для людей, живущих в Атласских горах, в одном часе езды от Марокко. На этом благотворительном мероприятии в 2007 году мать Ричарда, Ив, рассказала своей щедростью, сын обязан ей. Ричард, он всегда был немного безбашенным, я никогда не позволяла ему думать о себе. Когда он был маленьким мальчиком, я говорила ему, «Ты стесняешься? Ты думаешь о себе. Не смей думать о себе». Поэтому он всегда думал глобально. За последние несколько лет сэр Ричард дал своей матери веские причины гордиться собой. Он основал фонд «The Elders», который под патронажем таких личностей, как Нельсон Манделла, Десмон Туту, Джимми Картер и Кофи Аннон, занимается проблемами разрешения мировых конфликтов. Брэнсон также основал в Южной Африке школу, которая помогает получить будущим предпринимателям из неблагополучных слоев общества хорошее образование. Империя не вечна. Возможно, через 50, 60 или 70 лет Америка придет к Южной Африке с протянутой рукой и попросит у нее помощи. У себя на родине в Англии Ричард выступает в качестве мецената для благотворительного фонда, который собирает деньги для авиационно-медицинской службы. Брэнсон предлагает услуги Virgin Atlantic медицинским работникам, а также помогает перевезти грузы в районы военных действий. В 2008 году звезды собрались на мероприятии Virgin Unite, чтобы поддержать Брэнсона. Деньги от вечера помогли миллиону бездомных подростков США. И я поддержу Ричарда, потому что это все идет на благо общества. Потому что все, что он делает, бесподобно. Всегда здорово встречать в этой индустрии тех, у кого все удается, которые меняют жизни других. Они выходят за рамки и стараются поделиться с обществом тем, чем наградила их судьба. Как Ричард. Он инициирует перемены. Я просто не могла его в этом не поддержать. Коротко о главных. По иронии судьбы, пока звездные друзья Ричард дохвалили его на вечере Virgin Unite, сам миллиардер находился за много километров от места его проведения. Он устанавливал новый трансатлантический рекорд скорости на своей яхте. В путешествии его сопровождали дети Холли и Сэм и олимпийский чемпион Бен Эйнсли. Актриса Шарли Стерон предложила по телефону тост за героя вечера. Ричард, все присутствующие поднимают бокал в твою честь. У тебя все получится. К несчастью, она была чересчур оптимистично настроена. Через два дня после начала путешествия сильный ветер уничтожил спинакер и разорвал грот, и Ричард отказался от своей затеи. Но ему не впервые было терпеть неудачу. Еще в 1985-м его первая попытка пересечь Атлантический океан окончилась тем, что корабль «Атлантик Челленджер» перевернулся. Тогда миллиардера спас вертолет. На следующий год Брэнсон снова попытался поставить рекорд уже на корабле «Верджин Атлантик Марк 2». На этот раз при помощи эксперта по яхтам Дэниэла Маккарти и попутного ветра ему удалось побить рекорд на целых два часа. Это сложно описать. Сотни кораблей. Мы знали, что пока мы плыли мимо, шел чемпионат Кубка мира. Мы боялись, что нас вообще никто не заметит и не поприветствует. Но не успев насладиться этим успехом, Брэнсон уже обратил свой взгляд в небеса, готовясь к очередному подвигу. В течение последующих лет увлечение Ричарда воздушными шарами привело его к новому рекорду. Он стал первым человеком, пересекшим Атлантический океан и побил рекорд скорости по пересечению Тихого. На пару с бизнесменом и любителем приключений Стивом Фоссеттом он также предпринял несколько неудачных попыток обогнуть земной шар. Когда в 1999 году, в этом его обошел корабль «Брайтлинк Арбитер-3», он переключил свое внимание на «Глобал Флайер». Это великолепный самолет, который был построен с одной целью — облететь весь земной шар, не приземляясь ни в одной точке мира. Он был сконструирован из очень легких сплавов и сможет подняться в воздух с грузом топлива в шесть раз, превышающим его вес. Его построили здесь, в Мохаве, и мы считаем, что он сможет совершить безостановочное путешествие вокруг света. Но в кабине пилота мог поместиться только один человек, и на этот раз Ричард решил остаться на земле. Пилотом стал Стив Хоссетт. Ему пришлось провести в воздухе 76 часов и 45 минут. Так был установлен новый мировой рекорд — самолет пролетел 26 389 миль. А тем временем, сэр Ричард нашел себе новое увлечение. Он стал ведущим шоу на канале Fox Network. Реалити-шоу представляла собой смесь книги Жюль Верна «Вокруг света за 80 дней» и шоу Дональда Трампа «Кандидат». В шоу Rebel Billionaire 16 участников оказывались в разных уголках планеты, где им предстояло выполнять такие сложные задания, как, например, пройти по доске между двумя воздушными шарами на высоте в 10 тысяч футов. Недостаточно храбрых оставляли на взлетном поле, а остальные отправлялись в путь в другую точку планеты в надежде выиграть заветный приз. Я ищу кого-то, кто смог бы вести дела такой компании, как Virgin. Мы занимаемся всем. От поездов до автомобилей и звукозаписывающих компаний. От музыкальных магазинов до мобильных телефонов. Нет того, чего бы мы не попробовали. Поэтому этот человек должен хорошо уметь находить общий язык с людьми. Он должен давать мотивацию большой команде людей. Это должен быть честный человек, тот, кто может выявлять лучшие качества в людях. Под такие параметры идеально подходит он сам. Мальчик, которого научили прежде всего думать о других, научился заботиться о себе в 4 годика. Тогда его выбросили за километры от родного дома и предоставили самому находить дорогу. С тех пор он никогда не отступал и делал все возможное, чтобы решить мировые проблемы. В качестве признания за его неоценимый вклад Ричарда не раз награждали различными премиями. В 2000 году за заслуги в сфере предпринимательства Брэнсона наградили рыцарским титулом. И первым комментарием Ричарда по этому поводу было... Свитеров больше нет, все закончились. В компании Сэма Холли и жены Джоанн Ричард размышлял о своем новом статусе. Это лучше, чем быть мертвым кумиром. Это вообще большая ответственность. Мне приходится соответствовать этим ожиданиям, потому что обычно на каком-то этапе кумиры ломаются и подводят людей. И я продолжу наслаждаться жизнью и попытаюсь не сплоховать. И можно сказать, что ему это удается. В отличие от многих своих коллег, Ричард не был замечен на скандальных происшествиях и не давал повода для пересудов. Самый богатый бизнесмен Великобритании вот уже более 30 лет счастливо живет со своей женой Джоанн и наслаждается жизнью. Но если учесть, что впереди его ждут новые рекорды и полет в космос, времени на ошибки у него предостаточно.